Добрый вечер! В эфире «Хардток» и «Непростые разговоры о важном». Сегодняшний наш гость – человек яркой политической биографии, человек, который способен принимать нетривиальные решения, неожиданные решения, человек, который способен к публичному одиночеству. Сегодня у нас в гостях народный депутат Украины Инна Богословская. Здравствуйте, Инна Германовна. Здравствуйте. Видите, какую вам характеристику дала. И сегодня я хотела вам задать очень много таких непростых для вас вопросов, поэтому готовьтесь. Прежде чем заговорить о дне сегодняшнем, я спрошу все-таки о совсем недавнем прошлом. И мне было странно, я вот видела, что вы достаточно последовательно, очень жестко отстаиваете все, что связано вообще с Януковичем, будучи там членом партии «Регион» в режиме Януковича, как теперь принято говорить. И вдруг после того, что случилось на Евромайдане, вы выходите, вы первое это сделали, безусловно, и вы неожиданно приняли такое неожиданное решение, вы вышли из партии «Регион». Я хочу вас спросить, неужели, вот я же знаю вас много лет, я знаю как человека очень неглупого, неужели вы до этого, до того, что случилось со студентами, не понимали, что это ОПГ фактически, организованная преступная группировка, то, что мы называли кланом Янукович. Вы же юрист, вы же видели, чем они занимаются, вы же видели, как они прессуют бизнес, как они отжимают страну. Почему вдруг вы прозрели именно тогда? Наташа, это все совсем не так. Если мы говорим о том, что партия «Регион» в ОПГ, то «Батьковщина» точно такая же ОПГ. Если мы вешаем такие маркеры, это неправильно. Никогда я не отставила режим Януковича, если вы увидите. Я отставила совершенно конкретные вещи. Я отстаивала умение строить, а не разрушать, к огромному сожалению, команда так называемых демократических сил. Потому что, ну какая демократия в «Батьковщине»? Да, никакой. Так же, как в регионах. Я про партию регионов, не про «Батьковщину». А это невозможно оторвать друг от друга, потому что все, что было до сих пор в украинской политике, это совок. И постсовок. Если помните, у меня перед страной и перед всеми людьми чистая совесть. Потому что с 2002 года, с командой «Зимового поколения», потом 2006-й в «Вече», потом президентские выборы 2010-го года. Заметьте, я была против того, чтобы кто-либо голосовал за Януковича и Тимошенко. Я пошла на выборы сама за свои деньги, чтобы добиться только одного. Чтобы люди опять не выбирали между Януковичем и Тимошенко. Выбрали, да? С Тимошенко можно было, потому что это тот же самый демон, только она через сердце идет, Янукович идет через желудок. А Тимошенко мы позже. Еще раз. Восходящая звезда тирана Тимошенко могла быть остановлена только тираном Януковичем. Это раз. Если мы говорим о серьезной политике, а не бла-бла. Я делала все для того, чтобы остановить восхождение Тимошенко, потому что это была бы беда для страны значительно более серьезная, чем беда, которую принес Янукович. И два. Организационная машина партии регионов, когда она начала работать после 2010 года, если помните, с 2010 по 2012, все в стране говорили, все, ничего не поделаешь, Янукович будет президентом. Наташа, еще раз. Вот давайте, если вы хотите серьезных разговоров, давайте говорить серьезно. То, что сейчас в стране вдруг все, что связано с партией регионов, стали называть демонизмом, это неправильно. Мы об этом поговорим. Мы об этом поговорим еще. То, что сейчас происходит. Я из партии регионов выходила до того, если помните, в 2009 году, когда Тимошенко и Янукович подписали соглашение о разделе страны до 2025 года, вплоть до людей, территорий, групп и так далее. Но когда звезда Тимошенко, вот если выражаться этим языком, была уже, так сказать, остановлена, как вы говорите, и там в Харьковской колонии она сидела, вы же понимали, вы же видели, чем они занимаются в стране, без всяких помех со стороны Тимошенко? До января 2013 года у нас вообще не было сомнений, что все идет более или менее так, как нужно. Во-первых, мы, я имею в виду либеральное крыло в партии регионов, мы были убеждены, что так или иначе мы зайдем в ассоциацию с Евросоюзом, и мы понимали, что если это будет, то и сам Янукович, и все начнут жить по правилам. Потому что развернули этот корабль с ассоциацией с Таможенным Союзом, совершенно очевидно, да, с 10 по 12. Очевидно было, что мы идем в Евросоюз. Мы за те два года сделали больше для ассоциации, чем за пять лет до того. И это было реально. И для меня это был маркер, потому что это был единственный, это был единственный способ, и остается, кстати, ассоциация с Евросоюзом, покончить с Совком. То, с чем я всю жизнь боролась, потому что и в советские времена я была диссидентом, и никогда не была членом Компартии. И сейчас я считаю, что главная трагедия у нас, что у нас осталось постсоветское государство. Когда Янукович, когда стало известно, что возможно, что развернемся от Евросоюза, я за неделю или за 10 дней до этого сделала публичное заявление, я не верю, отоправила аналитичку Януковичу, сделала публичное заявление, что разворот от Евросоюза приведет к большой беде. Это я никто не услышал. Поэтому, как только был разгон ночной с 29-го на 30-е, у меня вопроса не было. Ответ понятен. Вы отказались на выбор с любой из существующих сегодня политических сил. Ну, то есть, там партия регионов и протестный блок, оппозиционный блок, да? Это понятно, потому что там очень много людей из партии регионов. Батькивщина исторически, понятно, почему не может быть. А почему для вас не мог быть, например, блок Порошенко или даже радикальная партия Лешков? Вы знаете, я никогда, во-первых, не выбирала. Я делала сама политические силы, и, надеюсь, это будет и дальше тоже так. А тогда, когда я выбрала партию регионов, это было решение моей партии Вечи. После проигрыша в 2006 году мы собрали съезд, и съезд партии Вечи определил, что двоих, меня и Ругорина, делегируют в партию регионов, чтобы было хоть где-то там реализовывать те политические позиции, которые мы прописали в плане развития страны. Сейчас я убеждена, первое, что этот парламент не решит тех задач, которые выдвинуты Майданом. Обновление власти – раз, борьба с коррупцией – два, и смена политической системы – три. Этот парламент будет переходным. Дай бог, чтобы этому парламенту хватило ума и здравого смысла, чтобы страна не умылась кровью. И я буду делать все для того, чтобы мы нашли правильный конституционный выход в новое политическое устройство государства, в смену элит. Я этим буду заниматься. Я думаю, этому парламенту полтора-два года жизни. Именно поэтому вы от мажоритарки отказались, как я понимаю, потому что это ненадолго. Нет, это не потому, что это ненадолго. Потому что любой шаг, который делает политик, должен иметь цель. Вот сейчас я не вижу цели своей в этом парламенте. Этот парламент не решает тех задач, которые должны быть. Знаете, вот интересно, как всегда это обычно понимают, при смене одной формации другой, очень интересна в этом смысле тема предательства. Потому что мы видим людей, которые вдруг оказались из одних списков, перешли в другие списки. Мы видим, как огромное количество людей из Батькивщины перебежало в другие какие-то политические силы. Мы видим в неожиданных местах бывших соратников одних людей, которые стали их врагами в результате. Мы видим оппозиционный блок, в котором собралось очень много людей, практически несовместимых. Скажем, демократ Хорошковский, ваш бывший соратник, с людьми, которые, по-моему, очень отрицательно относятся к либерализму и так далее. Поэтому вот в этом смысле, как вы считаете, на каких-то отдельных округах мы видим созданы совершенно тепличные условия для таких людей, как Кивалов, как Довгий и многие другие. Как вы считаете, вот почему тема предательства украинской политики, она такая вечно зеленая? Дело в том, что у нас нет политики. Первое, что нам нужно сейчас делать, это менять закон о политических партиях. Вот вы говорите предательство. А кого предают эти люди? Что, хоть какая-то из этих политических сил имела внятную идеологию? Нет. Личная преданность лидеру, который по совковому принципу главы ЦК КПСС отстраивал свои партии. У нас совершенно не реформирована политическая система. Понятно, почему. Общество было незрелым. Вторая революция показывает, что общество наконец-то начинает зреть. Но идут сразу параллельные этапы. Рост неофашизма, естественно. И мы видим некоторые батальоны, в которых не стесняются уже использовать почти фашистскую символику. Есть радикализм, который... А в каких-то батальонах не стесняются использовать фашистскую символику? В батальоне Азов. Говорю прямо. И, к огромному сожалению, сейчас мы должны искать какой-то тип разговора с теми, кто увлекается неофашистскими идеями. Это очень много в стране сегодня и отдельно. Маленьких групп, и больших групп. Понятно, что когда растет радикализм, и понятно, когда умирает последний участник последней войны, то возникают желания новых. И с этим нужно работать. А кто, с точки зрения, подогревает этот радикализм? Потому что ведь радикализм проявляется не только в чем-то... Я ничего про батальон Азов не знаю в этом смысле, поэтому я не могу не согласиться, не опровергнуть этого. Ну, например, вот все эти мусорные иллюстрации, все эти там избиения и так далее. Это же понятно, что это такой политический цирк, который ничего не меняет в стране. Ну, какой это не политический цирк. Ну, кто-то же это... Ну, многие говорят, что это заказные какие-то акции. Послушайте, вот вы видели Майдан? Это был заказной? Нет, конечно. Нет, он родился сам. И первые мусорные ящики тоже родились сами. Потом кто-то стал на этом играть и это использовать. Но кто порождает радикализм? Да, извините, те моральные уроды, которые не умеют даже паузы взять, да. Которые по-прежнему рвутся к кормушке, которые не прекратили заниматься коррупцией до сегодняшнего дня. А сегодня коррупция это уже чистое мародерство, потому что когда ребята гибнут на фронте, когда волонтеры достают последнее, а народ в это время продолжает, извините, в кабаках рассказывать о том, кто какой майбок купил подороже и какие цацки, то это уже... И деньги эти берутся по-прежнему из бюджета, которого уже нет. То есть, ребята, если вы так себя ведете, то и ожидайте не только мусорные ящики. Проблема в чем? Если мы сегодня не остановим коррупцию, если мы сегодня не создадим нормальную судебную систему, потому что сегодня в стране ни для человека, ни для компании нет места, куда она может прийти, или компания, или человек, и защитить свое право, либо наказать преступника. Если в ближайшее время не появится это место, то есть не будет проведена реформа судебной системы, жесткая, правильная, быстрая и точечная, а сделать это можно, всего 8,5 тысяч человек в судебной системе, значит, она достаточно быстро реформируется, если правильно к ней подойти, то будет самосуд. Если нет суда, люди прибегают к самосуду. Все, нет другого ответа. Поэтому не надо подогревать даже этот радикализм. Он сам по себе будет подогреваться с каждым новым коррупционным скандалом. Я вам могу сказать прямую, конкретную вещь. В Харькове один из заместителей губернатора, господин Георгиевский, был взят на взятки. Это дело замяли, а сегодня, буквально несколько дней назад, он назначен главой управления юстиции Харьковской области. Скажите мне, пожалуйста, он на что рассчитывает? И те, кто его покрывает, на что рассчитывают? Что все это съедят? Нет, пусть ждет, к нему придут. Я вам скажу, на что я рассчитываю. Я рассчитывала сейчас с вами в отдельном блоке поговорить о Харькове, и мы сейчас перейдем к этому. И хочу вам задать вопрос. Вот все эти, когда уехали с страны преступники, и никто их не остановил, да, они покинули страну после Майдана. Я не верю, что это сделано бескорыстно. Говорили, да, говорили, что не успели, что еще что-то. Но потом, не арестованы, не возбуждены уголовные дела, не остановлены ни один из тех, кто здесь остался, и кто занимался сепаратизмом. Потом мы увидели, что их бизнесмены все об этом говорят, что очень много преступных схем, коррупционных, которые были во всех министерствах, они сохраняются. Вот вчера или позавчера убежал командир Беркута, который просто снял с ноги браслеты и ушел. Я не думаю, что он такой прямо Джон Ланкастер, понимаете, что он этакий ловкать, что он без помощи внешней и без попустительства смог это сделать. Поэтому почему это возможно, с вашей точки зрения? Хотя общество очень напряжено действительно. Я повторю то, что я говорила буквально через две недели после Майдана. После Майдана власть была перехвачена. На самом деле, то, что мы имеем до сегодняшнего дня, это контрреволюция, когда люди, недостойные власти, ее перехватили. Была сделана монополия и очень длинный период. Батькивщина со свободой узурпировали власть после Майдана точно так же, как в свое время партия регионов с коммунистами. Батькивщина – это партия регионов, коммунисты – это свобода в том смысле, как они поделили власть. Квотный принцип раздела всех должностей, не имеющий никакого отношения ни к управлению государством, ни к демократии, ни к законности. Абсолютно сохранение всех, с кем только поменяли смотрящих, а в некоторых министерствах не поменяли. Сейчас Лазаришин, путем незаконного смещения министра с должности, назначен фактически исполняющим обязанности министра здравоохранения. Это тот человек, который во время свиного гриппа закупал там мифлю по цене в три раза выше, чем во французских аптеках в рознице. Этого человека сейчас вернули на Министерство здравоохранения. Причем Муси прямо за ее... А почему вы считаете отстранение Муси незаконным? Ведь его уже отстранил премьер-министр. На каком основании? Муси сейчас выиграет любой суд. Любой суд. Даже самый искореженный, даже самый несудебный. Потому что нет такой процедуры в украинском законодательстве. Если его хотят уволить, премьер-министр должен подать представление в парламент. У нас парламентская президентская республика. Если он его отстраняет, он должен его отстранить в порядке дисциплинарного наказания. Но это номенклатура. И так далее. То есть беспредельничают сейчас. Как в назначениях, так и в снятиях. Инна, хочу много вопросов задать, поэтому перейду немножко к другой теме. Скажите, вы в одном из ваших интервью прочитали, вы говорите, что к Новому году у нас будет доллар 15. И вы такой пророчите, такой коллапс финансово-экономический. Я не пророчу никакого коллапса. У меня спросили, как вы считаете, почему и каким будет доллар. Доллар 15, это уже серьезная инфляция, которая может привести к дефолту. А дефолт это дефолт. Если честно, я являлась сторонником дефолта сразу после окончания Майдана. Это нужно было делать. Не надо было объявлять чистое дефолтирование. Надо было добиться реструктуризации долговой. Это было бы правильно. Но амбиции некоторых наших новых старых политиков, нежелание и, наверное, неумение с сильной позицией договариваться привело к тому, что мы сегодня фактически все внешние заимствования направляем на погашение внешних долгов. Это ненормально. Точно так же, как я считаю, недопустимым сегодня гасить 3 миллиарда долларов в России после того, какой она ущерб нам нанесла. Значит, мы можем либо включить переговорный процесс для встречного погашения требований. Крым, Донбасс, все посчитать аккуратно. Украденные заводы, разрушенная инфраструктура. Ну как можно сейчас 3 миллиарда, которых нет в стране. В одностороннем порядке. Которых нет в стране. Страна обескровлена. У нас вскрытые вены, у нас течет кровь. Нам надо принимать серьезные меры, чтобы это все останавливать. А при этом у нас популизм и, самое главное, постоянная трусость политиков. Сегодня общество значительно смелее, чем политическая пространство. Просто для того, чтобы говорить непопулярные вещи и делать, нужно кому-то вставать из окопа под, так сказать, народный гнев. А это не так просто. Я это знаю. Да, да. А скажите, пожалуйста, вот, коль мы уже заговорили о Донецке. Я знаю, что вы не голосовали за закон об особом статусе Донбасса. Вы против? Вы достаточно четко рассказали там в СМИ почему. А вот по вашим прогнозам, я вот слышала, Донецке опять сегодня стреляли. Стреляли по жилым кварталам. Что происходит в зоне аэропорта, мы знаем, и так далее. Что там будет дальше? Путин действительно будет выравнивать, пытаться выравнивать, по крайней мере, эту дугу через Мариуполь и так далее. И для того, чтобы попадать в Крым, захватить эту сухопутную часть. Что будет с Востоком вообще? Ну, смотрите, давайте совершенно конкретная тема. Возможность коридора по югу к Крыму или невозможность этого коридора. Я считаю, что вот здравая переговорная позиция наша, это обеспечить транспортный коридор и дать минимальную поставку электроэнергии и воды на Крымский полуостров зимой. Потому что, если мы этого не сделаем, то у Путина просто не останется другого пути, как идти на серьезные военные действия по юго-востоку. Ну, по югу, фактически. Но если мы дадим им этот коридор, тем самым мы уже признаем, что Крым не наш. Ничего подобного. Мы сейчас признаем, что в Крыму живет живое население, да? Не единицы статистические, а живые люди. Граждане Украины, к слову, да? То есть такой гуманистический акт. За которых мы хотим еще побороться. Если мы им сегодня перекроем газ, электроэнергию, не дадим продовольствия, и при этом еще откроем военный фронт на юге, это получается Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская область, кто нас умным назовет? Поэтому сейчас, если мы говорим о переговорной позиции, сдавать Донецкий аэропорт – это предательство. А открыть сухопутный коридор для продовольствия в Крым – это нормальная переговорная позиция. То есть давайте будем серьезными людьми, хватит бла-бла. – Поговорим о вашем любимом Харькове. Я знаю, что, во-первых, там сегодня происходит. С одной стороны, говорят, что Кернес подконтролен Игорю Валерьевичу Коломойскому. И он делает все, так сказать, что он ему скажет. С другой стороны, в городе постоянно, вот все эксперты говорят, что постоянно есть угроза сепаратистских каких-то процессов, что вроде бы как бы нелогично, если он подконтролен Игорю Коломойскому. Что происходит на самом деле в Харькове? На самом деле в Харькове сегодня властью, причем всей властью центральной, создан, как им кажется, некий баланс между двумя политическими точками. Это Кернес плюс Добкин плюс Россия, потому что там на коротком поводке Кернес. И это с одной стороны. И с другой стороны это губернатор, который имеет покровителя господина Авакова, и сегодня там Народный фронт, который фактически представляет этого губернатора, или губернатор, который представляет это политическое движение. На самом деле общество там одержало победу. И общество решило по-своему совершенно, это якобы мнимый контроль. Нельзя недооценить то, что произошло в Харькове на прошлой неделе. А почему Геннадий Адольфович так отнесся к тому, что свалили памятник Леина? Такое впечатление было со стороны, что он прям портбилет носил всю жизнь на груди. Слушайте, а что он может сегодня сделать против 10 тысяч человек, которые вышли? Вот смотрите, что произошло в Харькове. Я почему так дорог памятник Леиной не понимаю? Ой, послушайте, ну памятник Леи... Где Кернес с частным вертолетом, самолетом, голой женой, которая демонстрирует во время того, как у нас умирают ребята, она демонстрирует свое тело на курортах. Причем тут Ленин, расскажите мне, да? Это абсолютный цинизм, хамство политическое, каким и отличается господин Кернес, да? Но просто он никогда не был самостоятельным человеком, он всегда зависел от огромного количества кукловодов. Как правило, живущих за территорией Украины, в России, это совершенно известно. Но давайте не об этом. То, что в Харькове. А, милиция впервые в прошлую пятницу не дала пройти четырем сепаратистским митингам, которые два были объявлены на пятницу и два на субботу. Милиция смогла сделать так, что эти митинги не прошли. Но вот видите, вы ругаете Авакова. Все-таки это же вопрос Аваков в том числе. Смотрите, вот у нас сегодня же удивительная ситуация. Можно ругать кого угодно, но последняя мерила, которая должна быть, это человек-патриот или не патриот. Для меня сейчас это главное мерила. Но Аваков же патриот? Аваков-патриот. И сейчас, когда стала очень серьезная опасность разыгрывания сценария Харьковской народной республики, вы, наверное, знаете, что были напечатаны жетоны, были сделаны наклейки. Оплот, это харьковское отродье, которое породил Кернес, кстати, и который сейчас воюет против наших ребят, в том числе и в Донецком аэропорту, и на Донбассе. Они получили эти шевроны, в Харькове задвигались вся эта гапота. Вы знаете, что каждую неделю у нас расстреливали по одному военкомату из МОК, у нас подорвали цистерны с авиатопливом, у нас продолжали избивать активистов. И общество сказало, все, хватит. Или милиция остановит это, или милиция не остановит. Милиция остановила, потому что перед этим Харьков впервые приехал в Киев. И нам еще вопросы есть. Да, очень важно. Смотрите, харьковские события, то, что только по сетям, без всякого админресурса, 10 тысяч человек вышли на марш единства, что милиция наконец-то смогла остановить сепаратистов, что снесли этот памятник Ленина, и сегодня там крест, и никто уже вокруг этого не танцует свои танцы, это свидетельствует, что проект Малороссии или Новороссии закончился. В таком виде, в котором он планировался, он уже состоялся. Вы говорили о том, что у вас с Порошенко были переговоры относительно того, что вы хотите быть губернатором Харькова. Я так понимаю, что это желание у вас осталось? Да, у меня желание осталось, но я не думаю, что есть возможность, потому что президент на меня очень обижен за то, что я не проголосовала по закону о особом статусе Донецкого региона. Когда вы последний раз видели Порошенко? Достаточно давно, два месяца назад. Хорошо. Так получилось, что вам не по пути вообще ни с одной политической силой сегодня, как мы уже говорили. Почему? Не по пути со всеми, кто занят Украиной. Но я просто не вижу сегодня ни одной политической силы, которая готова отказаться от коррупции, которая готова отказаться от договорников. Очень много патриотов, но которые хотят патриотизм совмещать с крысятничеством. Это меня не устраивает. Я хочу задать вам еще один вопрос, перед тем, переду к личным вопросам. Вчера случился небольшой конфликт между Шустером, у которого часто бывали в гостях, и руководством Первонационального канала, который сейчас общественное телевидение уже. И премьер-министр Яценюк в прямом эфире, когда Шустер пожаловался, он сказал, хорошо, я поговорю с ним, сказал он руководителем канала. Как вы считаете, может ли премьер-министр вмешиваться в такие истории? Нет, но поговорю это можно. Это в любой стране допускается. Он не может приказать, либо указывать. Поговорить он может. Хорошо. Я знаю, что ваш первый зять, Артем Сурин, вот я когда читала с ним интервью, первый муж вашей дочери, она второй раз не вышла замуж, кстати? У нее гражданский брак. Понятно. Он в одном из интервью, он очень так сдержанно отзывался, значит, о вас. И он сказал, что, вот он не говорил, что это причина развода, потому что он интеллигент на видеопоедине, сказал, что когда женился на Насте, она была человеком, который очень зависел от матери. И он очень, так сказать, и она зависла от ее мнения и так далее. И он как бы так мягко намекнул, что это было одной из причинного развода. Я хочу вас спросить. Научились вы с годами, вот отпустили ли вы дочь, во-первых, ну в таком морально-ментальном смысле, потому что она уже совсем взрослая девочка. И научились вы с годами вот не давить на мужчин? Во-первых, я никогда не давлю на мужчин. Я выбираю всегда очень сильных мужчин. Мне всегда интересно с мужчинами чувствовать себя в тонусе. Никогда не давлю. А насчет Артема я могу сказать, что вряд ли ваша оценка совпала с реальностью, потому что в момент, когда Настя с Артемом поженились, Артем возглавлял молодую батькивщину в Харьковской области. Поэтому если бы я на них давила и как-то влияла на эту ситуацию, то, наверное, этого брака бы не состоялось. Поэтому, несмотря на то, что Артем возглавлял пикеты около моего офиса, он женился на моей дочери. Мы просто никогда об этой теме вообще не говорили. Вы первая, кто поднял эту проблему. Никогда я не позволяю себе вмешиваться в выборности. Вообще никогда. То есть она сегодня достаточно самостоятельная? Она абсолютно самостоятельна в своем выборе. Мы связаны пуповиной, у нас очень крепкие отношения и сложные, потому что она сильный человек, я сильный человек. Но я не позволяю себе никогда диктовать ничего. Инна, вы знаете, для вас не секрет, что, ну, очень часто говорит о том, что в вашем таком серьезном противостоянии с Тимошенко, ну, в вашем отношении к ней, ну, очень много такого женского. Вот вы сами как... Вообще ничего. Вообще ничего. Вот совершенно. Мы вообще разные женщины, совершенно. Я Насте говорю, что, Настя, спасибо, ты мне показываешь, что есть совершенно другие женщины, чем, там, в моем представлении. И Тимошенко совершенно другая женщина. Но у меня вообще... А у меня на вранье просто физиологическое... Мне тошнит. Когда мне врут, мне физиологически тошнит. Я в этом смысле очень сложный человек. Говорят, что у вас в Харькове свой концертный зал, и там часто происходят какие-то концерты. Это правда? Уже нет. Уже это здание отдано за кредит. Потому что со мной не рассчитались недобросовестные мои бывшие друзья по долгам избирательной кампании 2006 года. Сегодня умер Юрий Любимов. Вы когда-нибудь бывали на спектакле в театре Таганки? Ой, вы мне об этом сказали до передачи. У меня аж переходило. Того периода. Мы с Настиным отцом. Я же вышла замуж очень рано. Мне было 18 лет. И театр был нашим хобби. И мы в плацкарте из Харькова ездили в Москву. Как многие, кстати, говорят. Плацкарта, которая приходила в 4.35 в Москву. Вот в 4.35 мы бежали. Или он на Таганку, а я на Малую Бронную к Эфросу. Или он на Малую Бронную, а я на Таганку. Мы стояли за билетами. Очень часто все равно выстаивали к вечеру. Какой уж любимый спектакль на Таганке был? Ну, меня... Я не могу сказать, что это любимый. Но меня потряс Трофимов в «Преступление и наказание». Я просто была потрясена этим актером. Мало кто его знает. Это человек, который сыграл Ришелье в «Мушкетерах». Это актер, который в обычной жизни не может произнести двух слов. У него невероятное заикание, психофизическая травма. Он на сцене вообще не заикается. И так как он сыграл в «Преступление и наказание», для меня это был шок. Ну, а другая история, это когда я увидела Высоцкого в «Гамлете», это была совсем другая история. Вы знаете, я не знаю, вы бывали в Питере или нет. Я когда первый раз приехала в Питер, я ходила, как будто я все это знаю. Потому что так много мы это видели и читали. И у меня в спектакле была та же история. Перейдем к «Блицу». Последний личный вопрос. Общаетесь ли Вы с семьей Пинчука? Ну, сейчас очень редко, к сожалению. Но Вы дружны. Я считаю другом. И его, и Лену. «Блицу». Переходим к «Блицу». Самое важное событие для Вас за последний год? Майдан, конечно. Сколько стоит самое дорогое Ваше ювелирное украшение? Не знаю. Я никогда не покупаю. Все, что на мне есть, это дает. Ну, плюс-минус. Плюс-минус. 1012, наверное. Долларов? Да. Измелилось ли Ваше отношение к Тимошенко? Нет, абсолютно. Есть ли среди Ваших друзей геи? Да. Когда Вы последний раз были в Днепропетровске? Месяца два назад. Выступаете ли Вы за легализацию марихуаны? Нет. Нет. Употребляли ли Вы легкие наркотики когда-либо в жизни? Никогда. Состоятель ли Вы в дружеских отношениях сожваний? В приятельских, не в дружеских. Есть ли у Вас недвижимость за рубежом? Ничего, к сожалению. Ну, потому что СМИ писали другое. Ничего нет. А где СМИ писали? Никогда себе такого не читала. Вы попросили, если бы Вы на кресло министра юстиции сейчас, если бы Вам предложили. Ваш любимый алкогольный напиток? Ну, у меня такого нет. Это периодически. Что-то мне начинает нравиться, а от чего-то я отказываюсь. Ну, вообще, я не пяток. Вот тот вид релаксации, который Вы предпочитаете, когда Вам плохо, когда у Вас был сложный день. Когда-то я садилась в машину, ехала на окружную дорогу и вдавливала в пол в акселератор. Потом я прошу день тишины, я не беру телефон, ни с кем не разговариваю и остаюсь дома одна. Причем совсем одна, вот чтобы вообще никого не было. Если есть возможность уехать на природу и точно так же остаться в полном отмолчании, да. Когда был роддом, вот этот концертный зал, мне хватало в месяц одного концерта, чтобы я месяц порхала, как птичка. Важно ли для Вас, чтобы у Вашего мужчины были деньги? Чтобы он был состоятелен? Наверное, моя судьба, что мы с моими мужчинами всегда на равных. Поэтому у меня никогда не было такого, что мужчина способен освободить меня от необходимости зарабатывать. Нет. Но для меня мужчина всегда любимый и партнер. Это очень важно. И последний вопрос. Три самые большие проблемы Украины, которые Вы можете назвать на сегодняшний день. Судебная система, коррупция и законополитических партий. Спасибо большое, Анна Германовна. Что же, сегодня с нами была Инна Богословская, которая знает, как сделать так, чтобы в стране люди жили счастливее. Считает самую большую нашу проблему, проблему коррупции. Которая дружит с геями и которая искренне сегодня огорчилась смертью любимого. А я прощаюсь с вами на неделю и говорю вам, берегите себя и берегите тех, кого вы любите. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам.